В работе Toyota Venza занимаемся заменой сальника заднего привода. И для того, чтобы этот сальник заменить, примерный объем работ по разборке автомобиля можете видеть на экране. Я открутил крепление кулака от амортизаторной стойки. Пришлось открутить заднюю часть продольного рычага, продольной тяги, для того, чтобы была возможность максимально завалить кулак и вытащить сам привод. После того, как сам привод демонтировали, очень удобно уже заниматься заменой сальника. Теоретически можно сделать обходным вариантом работу, открутить нижние крепления поперечных рычагов, и потом уже, если есть четыре руки, попробовать все это дело вместе с приводом вытащить, по месту все собрать. Но для меня это неудобно, и когда мы привод не вынимаем полностью с автомобиля, а он у нас остается вот здесь вот в ступице, при обратном монтаже можно повредить сальник. Поэтому для меня самый оптимальный вариант целиком демонтировать привод, аккуратно все поставить на место, собрать и все по фэн-шуй. Поэтому берем на заметку, если вдруг кто-то будет заниматься автомобилем Toyota Venza, автомобиль достаточно редкий в наших краях, ну, имейте в виду, с чем можете столкнуться. Вот это крепление у меня не открутилось, поэтому пришлось откручивать дальнее крепление продольного рычага. Здесь, видимо, уже в следующий раз, если потребуется замена саленблока, придется все жестко пилить. В остальном проблем нет, все нормально проходит. Номер каталожный сальника можете видеть на экране. Благодарю за внимание и всем удачи в ремонте.